И закончили с медалью. Каждая пятая выпускница Мариинской гимназии отучилась на отлично. С гордостью рассказывают педагоги, председателю законодательного собрания края Дмитрию Свиридову. Спикер парламента приехал оценить готовность Красноярского кадетского корпуса к первому сентября. Начал он с учебного корпуса. Здесь занимается 555 кадет. Классы, хореографический зал и музыкальные кабинеты, куда приходила не одна звезда. У нас тут Расторгуев пел с ними. С хором выступали наш ансамбль «Яхон». И после того, как они в одном из концертов с ними поучаствовали, они изъявили желание приехать сюда к нам и давали в нашем актовом зале концерт для детей. А еще здесь есть собственная столовая, большой спортзал и бассейн. Все это в прошлом учебном году работало не на полную мощь из-за ковидных ограничений. Часть времени занимались дистанционно. Часть времени, половина у нас корпуса ходили на занятия очные. Но, тем не менее, полностью выполнили учебную программу и планы. И отправили детей на каникулы. В этом году на территории грядут обновления. В одном из зданий идет капитальный ремонт, поэтому старшеклассники после учебы будут уезжать домой. Так примерно до конца года. Все это контролирует законодательное собрание, которое ежегодно занимается выделением средств из бюджета для учебного заведения. В Кадетском корпусе свои специально принятые, уникальные в своем роде краевые законы. Спикер парламента Дмитрий Свиридов заявил, что планы есть и на следующий год. Посмотрев практически всю структуру, все корпуса, хочу сказать, что практически везде порядок. О перспективах, которые касаются развития самого Кадетского корпуса, я думаю, тоже и депутатский корпус, да, собственно, и наши коллеги из профильных министерств также будем говорить. Я думаю, что буквально уже в недалекой перспективе надеемся, что 22-й год станет годом проектных работ, связанных с развитием этой территории и самой структуры Красноярского Кадетского корпуса. Очевидно, что все должно быть на достойном уровне. Ведь Красноярский Кадетский корпус появился первым в России еще в 98-м году. Учреждению в этом году выделена субсидия 161 миллион рублей. Всего же в 2021 году в бюджете края на развитие образования предусмотрено свыше 72 миллиардов рублей.